В Советской России его знали как Зиновия Пешкова, брата легендарного Якова Свердлова, авантюрист и сердцеед, приемный сын Максима Горького, друг Шарля де Голля, французский посол и наемник в иностранном легионе. Жизнь этого человека была полна самых невероятных поворотов. Из шести детей владельца Нижегородской граверной мастерской Моисея Свердлова наиболее преуспели два старших сына – Яков и Залман. Оба были неравнодушны к политике и в юности придерживались одинаковых марксистских взглядов. Но Яков стал первым главой Советской России, а Залман – союзником белогвардейцев. Биографию Якова знали все школьники СССР, а о существовании его брата большинство граждан нашей страны даже и не подозревало. Семья Свердловых была небогатая, но и не бедствовала. Жили в комнатах при типографии на Большой Покровской улице в Москве. И каждый четверг, согласно старой традиции, принимали гостей. Особенно часто наведывался сюда Алексей Пешков, он же Максим Горький, прославленный буревестник революции. Визиты оказались непростыми. В 1901 году 17-летнего Залмана вместе с писателем арестовали. Заподозрили в использовании типографского аппарата для изготовления агитационных материалов марксистского кружка. Юношу несколько дней продержали в камере и отпустили. А вот Горький был приговорен к ссылке в Арзамас. В этот город он взял с собой не только всю свою семью, но и Зиновия. Слухи ходили разные. Поговаривали, что это не просто дружба двух мужчин, а нечто большее, о чем в те годы публично распространяться было не принято. Но так или иначе, в местной церкви мещанин иудейского происхождения Залман, как указано в метрической книге, крестился, поменял отчество и фамилию, став Зиновием Алексеевичем Пешковым. Узнав об этом, отец Моисей Израилевич отрекся от сына. Зинка, не вешай носа. Жизнь прекрасная, обширная, всегда интересное явление. Умей смотреть ее, умей войти в нее. Да ты пиши больше, сядь в свободный час и валяй. Так и научишься писать незаметно для себя. Ведь и я начинал с писем друзьям. Очень ты мне близок, знай об этом. Так писал Горький своему молодому протеже в Новую Зеландию, куда того занесло после нескольких лет скитаний по Северной Америке. На другом континенте было неуютно и сиротливо, поэтому Зиновий отправился в Италию. Он опять оказался рядом с Горьким. Перебрался в его дом на острове Капри, где провел несколько лет. В 1910 году сыграл свадьбу с дочерью казачьего полковника, Лидией Бурага. А у нас новость. Зиновий женился. Делился Горький с художником Семеном Прохоровым. В воскресенье приходили поздравлять все – полицейские и рыбаки, маркизы и крестьяне. Всего 637 человек. А еще через некоторое время отношения с писателем у Зиновия испортились. Причиной послужил вздорный и жесткий характер жены Горького – актрисы Марии Андреевой. Она не поладила с молодой супругой Пешкова. Этот красивый паренек в последнее время вел себя по отношению ко мне удивительно по-хамски. И моя дружба с ним кончена. Очень грустно и тяжело. Горько вздыхал пролетарский писатель. В 1914 году он попытался записаться добровольцем во французскую армию. Но власти отказали, посчитав мигрантам и чужестранцам. Именно тогда Зиновий поступил в иностранный легион. Его назначили командиром отряда польских добровольцев. Но вскоре Пешков потерял в бою под Арасом большую часть правой руки. Ее пришлось ампутировать. Максим Горький встретил известие о ранении дорогого Зины отборным матом. После боя под Арасом Пешкова наградили военным крестом с пальмовой ветвью. Будучи иностранным легионером, раненым в боях за Францию, Пешков получил право стать французским гражданином. Он ушел в отставку в чине лейтенанта. А вскоре получил от военного министерства Франции предложение отправиться в США. Там Зиновию предстояло читать лекции, подготавливая общественное мнение Америки к ее участию в войне. После февральской революции 1917 года Франция направила Пешкова своим представителям в Петроград. Во время гражданской войны он исполнял обязанности секретаря-переводчика при дипломате графе Дамьене де Мартелли. Поначалу в ставке Колчака в Сибири, затем в штабе Врангеле в Крыму. В 1921 году началась испано-франко-марокканская война, и Пешков, к тому времени капитан, вернулся в иностранный легион. В 1925 году однорукий легионер получил ранение в ногу, став еще и хромым. Но близкий друг Шарль де Голь про товарища не забыл. Тому был пожалован чин генерала, и должность посла Франции в Китае. В 1933 году Зиновий вновь женился на состоятельной аристократке Комбит де Камон. Роль, которую сыграли женщины в карьере Пешкова, колоссальна, утверждал бывший член Временного правительства Николай Вырубов. Он около 25 лет прослужил в иностранном легионе, а тот всегда дислоцировался в колониях, и никогда во Франции. Это даже дальше, чем провинция. Там были сотни достойных офицеров, но никто не сделал такую карьеру, как Пешков. Ухажерство ввело его во многие блестящие дома. После отставки появилась последняя любовь – писательница Эдмонда Шарль Ру, которая была на 36 лет моложе. «Эдмонда была безумно в него влюблена», – вспоминал Вырубов. «Она видела его в романтическом ореоле. А ведь Пешков был уже старик. Позже Шарль Ру вспоминала. Зиновий Алексеевич очень гордился тем, что в Советском Союзе два города названы именами самых близких ему людей. Нижний Новгород носил имя его названного отца – Горького, а Екатеринбург получил имя Свердловск в честь его брата Якова Михайловича. Несмотря ни на что, ностальгия по утраченному отечеству мучила пожилого вояку. Как свидетельствуют очевидцы, последние годы Зиновий Пешков провел в своем доме во Франции. Он слушал на магнитофоне русские военные песни и плакал.